Корреспондент встретился с доктором экономических наук, профессором Муэн Кань Туаном. В настоящее время он работает в Центре изучения России и стран СНГ при Вьетнамской Академии общественных наук. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с ним. Профессор Муэн Кань Туан, спасибо вам за согласие дать интервью вьетнамскому телевидению. Что вы можете сказать об успехах дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией в 2015 году? Встречи руководителей Вьетнама и Российской Федерации в 2015 году имеют важное значение для отношений между нашими странами. Ведь в этом году мы отмечаем 65-летие наших дипотношений. Эти встречи дали мощный импульс развития отношений всестороннего стратегического партнерства. Нам удалось создать стратегическое взаимодействие, которое крайне важно для международных отношений. Ведь без стратегического доверия межгосударственные отношения носили бы только формальный характер. Тогда Вьетнам не занимал бы какое-либо место в глобальной стратегии России. Терял бы свои позиции в мире и один из источников силы в деле строительства и защиты Родины. В деле защиты территориальной целостности страны. Второе, что нужно подчеркнуть. Отношения между Вьетнамом и Россией были построены и развиваются на основе неизменного принципа. Принципа взаимной выгоды и ненанесения ущерба третьей стороне. И третье, в отличие от предыдущих встреч, когда руководители наших стран больше говорили на макроуровне о генеральных вопросах. На встречах в этом году они больше говорили о конкретных деталях. О конкретизации согласованных решений, чтобы компетентные органы могли притворить их в жизнь. Или такие вопросы, как, например, подтверждение на право трудовой деятельности. Подтверждение на право трудовой деятельности и регистрация – это очень важно. Актуальный вопрос. Правильно? В этом году отмечается 65-летие установления дипотношений между Вьетнамом и Россией. За прошедшие 65 лет в мире произошли большие изменения. Как вы считаете, что мы должны сделать, чтобы Вьетнамо-российские отношения более успешно развивались в современных международных условиях? Во-первых, я считаю, что наши страны, не только руководители, но и народы двух стран, должны сделать всё, чтобы укрепить стратегическое и политическое доверие. Во-вторых, Россия унаследовала много благородных гуманных ценностей от Советского Союза. Это признаётся и на Западе, а не только теми, кто связан с Советским Союзом. Эти ценности сохраняются и развиваются под руководством Владимира Путина. А это близко к сердцу вьетнамскому народу, потому что вьетнамцы – благородный народ, и очень много вьетнамцев считают себя привязанными к Советскому Союзу, к России. В-третьих, мы должны сделать конкретные дела для углубления и расширения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического доверия. Вьетнам должен ставить Россию на первых местах в своих внешних отношениях, и Россия также должна рассматривать Вьетнам как один из главных партнёров в мире. Можно сказать, что сейчас мы уже являемся по-настоящему важными стратегическими партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вьетнам может считать главным партнёром России в Юго-Восточной Азии. Я уверен, что благодаря усилиям правительств и народов двух стран вьетнамо-российские отношения в ближайшие годы выйдут на новый уровень развития. Ещё раз благодарю вас за интервью. И напоследок прогноз погоды в стране на завтра. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова У меня пока всё. Для пересмотра нашей программы заходите на сайты, указанные на экране. Спасибо за внимание и до встречи. Вьетнам отмечает 70-летие Августовской революции и Дня Независимости. Россия празднует также 70-летие победы в Великой Отечественной войне. В этом же году президенты и премьер-министры Вьетнама и России проводили двусторонние переговоры и встречи в целых углубления отношения всеобляблившего стратегического партнёрства. Давайте вспомним эти события в нашем следующем материале. В мае этого года по приглашению президента России Владимира Путина Президент Вьетнама Чен Тан Шанг посетил Москву для участия в праздновании 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Участие президента Вьетнама стало ярким проявлением дружбы, доверия и взаимопонимания между народами наших стран, которые стояли бок о бок в самые тяжёлые времена. Моё участие в этом событии носит естественный характер, ведь эта победа внесла важный вклад в победу вьетнамского народа в 1945 году в борьбе за независимость. На этот праздник прибыли руководители почти 30 стран мира, а президенты России Владимир Путин и Вьетнама Чен Тан Шанг На двусторонних переговорах согласовали ряд мер по дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами. В начале апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Вьетнам с официальным визитом. Главы правительств двух стран подчеркнули важность сотрудничества в сферах обороны и безопасности и экономики для углубления отношений всестороннего стратегического партнёрства. Россия и Вьетнам высоко ценят двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, особенно военно-техническое сотрудничество и подготовку военных кадров. Мы будем стремиться вывести на новый уровень сотрудничество в сферах оборонной безопасности. Мы договорились и впредь осуществлять и расширять совместные нефтегазовые проекты в исключительно экономической зоне и на континентальном шельфе Вьетнама, внести активный вклад в дело мира, стабильность и безопасность и свободы судоходства и воздушных сообщений в Восточном море. Один из способов реализации этой идеи, выхода на новый уровень торгового сотрудничества, это создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. В 2015 году, кроме официального визита премьера министра России во Вьетнам, главы правительств двух стран также имели двусторонние встречи на полях международных форумов. Они обсудили в двух высокополитического взаимодоверия проблемы и вызовы в регионе и в мире, и также вопросы взаимодействия в процессе интеграции и регионального сотрудничества. Наши отношения, без преувеличения, являются очень важным фактором в общих усилиях по укреплению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы ценим ту роль, которую Вьетнам играет в деле развития сотрудничества между Россией и странами ОСЕАН. В этом году в России была спущена на воду последняя шестая подлодка, построенная по заказу Вьетнама. В мае этого года было подписано соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. И здесь Россия является нашим главным партнером. В 2015 году встречи, контакты на высоком и высших уровнях стали важным вкладом в укрепление и развитие отношений стратегического и политического доверия, достижения успеха во всех областях сотрудничества между Вьетнамом и Россией.